Может быть вы сделаете как-то меня помягче, помоложе, если хотите, да, конечно. Внешность, холодность и такая стервозность, и к вам боишься подойти. Мне нравится этот рюкзак. Да, Эля ждет своего преображения. Да, замужем. Да. А вот после смерти мамы, да, вот она закрылась, она очень тяжело это перенесла. Знакомьтесь, это героиня до и после Эльмира. Она попала в реалити-шоу и неожиданно для самой себя захотела выйти из образа девушки 90-х годов. С этой прической, с этим темным цветом волос Эльмира проходила почти всю жизнь. Будучи мягкой и женственной, прическа и угрюмый взгляд доставляют ей неудобства в общении. Посмотрим, смогут ли эксперты поменять образ, стиль и омолодить холодную королеву Эльмиру. Эльмира, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Как у вас дела? Очень хорошо. Вы не волнуетесь? Ну, нет. Думаю, что нет. Кому из наших экспертов вы прежде всего хотите попасть? Я думаю, что, наверное, к пластическому хирургу. Скорее всего. Сколько вам лет, что вы уже хотите попасть в пластическую хирургу? Не рано ли? Ну, я думаю, может быть, просто как профессионал-хирург посмотрит, я думаю, что он и оценит рано или нет. А что касается вашего имиджа, вашего стиля? Конечно, хотелось бы. Нет, конечно же, хотелось бы. Может быть, вы сделаете как-то меня помягче, помоложе. Хотите? Конечно, конечно. Ну, отлично. Ну, расскажите про свою жизнь. Чем вы занимаетесь? Кто вы? В данный момент я ничем не занимаюсь, только ребенком. Все, как родился ребенок, какие-то другие стали заботы, какие-то абсолютно другая жизнь началась. Конечно, это тоже классно, когда рождается ребенок, но это уже совсем, уже о себе забываешь, поэтому... Ну, я предлагаю вам познакомиться с нашими экспертами. Я буду очень рада. Особенно с Дмитрием Сергеевичем Прокопьевым. Да, в первую очередь. В первую очередь, да. Эльмира, пойдем я познакомиться с нашими экспертами. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте. Это Эльмира. Она пришла к нам на проект «До и после». Она очень хотела с вами встретиться. Это Дмитрий Сергеевич Прокопьев, пластический хирург. Это Зухрата Балдива, наш стилист-имиджмейкер. Это Диана Курбанова, наш врач-косметолог клиники «Диваэффект». И, конечно же, Максим Комаров, которому ты, несомненно, должна попасть. Кому ты хочешь, кстати, попасть больше всего? Я бы, если честно, хотела бы попасть, конечно же, ко всем. Ты попадешь ко всем. Да, но в первую очередь хотела бы попасть к хирургу, а потом к девчатам. К девчатам, да. Но они должны, как профессионалы, посмотреть, что во мне не так, в моем образе. А ты сама чувствуешь, что в тебе что-то не так? Ну, мой образ уже, как бы, будем говорить, устоялся уже очень много лет. Устаревший. Да, уже будем говорить, устоял для меня. А как давно у тебя вот этот образ? Наверное, лет 20. Ну, я что-то меняю, будем говорить, может быть, с цветом и с челкой я не меняю ничего. А что сподвигло тебя на то, чтобы ты захотела измениться? Что это муж тебе что-то говорил, подруги? Нет, я увидела свою подругу. Какую? Жанну. Да, вот. Это Жанну, да. Да, да, да. Мне очень понравилось, поэтому я аж, а где, а что, а когда, а почему? Она говорит, ты напиши. Вот, но я попробовала, и вы мне ответили, и я была очень рада. Ну, хорошо, тогда, я думаю, начнем с Зухрыто-Балдивы, которая прокомментирует твой образ, скажет конкретно, что тебе надо поменять. Эльмир, ну, слушайте, 20 лет не меняться, это очень много, потому что человек меняется циклично, происходят какие-то изменения. Вот вы говорите, что мамой стали, но и вас это как-то никак не сподвигло, ничего не изменило. Это плохо. Какого я менялась? Я попробовала быть блондинкой, это было просто ужасно. Я на следующий же день изменилась обратно. Слишком темный цвет волос, внешность, холодность и такая стервозность, и к вам боишься подойти. А на самом деле вы там открытая душой, и вы могли бы создать огромное количество там контактов, людей, друзей, нового. А это вам мешает делать вашу внешность. Эльмир, расскажите, вы раньше обращались к косметологу? Никогда раньше я не обращалась. По моей части я вижу, что можно поправить, сделать лицо более молодым, более юным, свежим, заострить контуры лица, сгармонизировать. Но вам обязательно надо будет поработать над своим образом, в первую очередь. Ну и Дмитрий Сергеевич наверняка может что-то посоветовать, хотя я не знаю, я не вижу, если честно, никаких ваших вмешательств. Я с тобой согласен, но иногда бывает, это все раскрывается, когда человек выбирает макияж. То есть я думаю, что ей необходимо будет подойти ко мне на консультацию без мейкапа и подготовить, может быть, свои какие-то уже сформулированные пожелания собственные для того, чтобы ваш, как я уже ранее говорил, чтобы ваш, может быть, внутренний мир соответствовал вашему облику на лице. Какие-то вопросы есть к Максиму или нет? Мне интересно, можно я спрошу, вот эти 20 лет вы находились в образе стандартном каком-то, это какая-то была зона комфорта? Да, наверное, да. То есть причин не было выходить или не хотелось, или стандартно так? Может быть, комфортно так себя чувствовала. Вот в этом образе? Ну да, я что-то так не кардинально меняла, но... Но если реально комфортно, и я не хочу ничего делать, ну хотя я слышу, что вы что-то хотите делать. Ну да, в любом случае обязательно к вам заклину. Скорее всего, видимо, что... А когда ты перекрасилась в блондинку, это был какой-то вообще кардинальный момент, перелом в твоей жизни? Что это было? Нет, просто почему-то мы... Причина. Так же сидели с подругой, делать нечего. Ну я желаю, Эльмир, тебе поменяться изнутри в первую очередь, поэтому тебе к Максиму все же. Ну и, конечно, ко всем нашим экспертам однозначно. Мы тоже рады, что ты в проекте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Эльмир. После обсуждения с экспертами Эльмира почувствовала себя гораздо уверенней. Это первый персональный сеанс с психологом Максимом Комаровым. Как он пройдет, таким и будут впечатления у героини от первой в ее жизни встречи с психологом. Она волнуется, даже переживает. Максим разбирается с волнением Эльмиры и предлагает ей понять, о чем именно она волнуется. Естественно, попадая в телепроект, люди первым делом думают, как их будут оценивать. О будут думать зрители, в числе которых знакомые, родственники и друзья. Видимо, поэтому Эльмира не хочет открываться на первом сеансе. А может быть, из-за присутствия съемочной группы или по другим причинам. С психологом у тебя раньше не было встреч. Хорошо. То есть, правильно я понимаю, что ты сейчас волнуешься? Ну, конечно. А ты знаешь, про что волнуешься? Наверное, нет. Нет? До конца, наверное, не осознаю. Может быть, просто то, что, как правильно говорят, когда человек видит тебя насквозь. Ты волнуешься из-за меня или из-за того, что на нас смотрят? Наверное, да. Из-за тебя. Ага. Интересно изучать волнение? А есть ли у тебя темы, которые бы ты хотела более подробно разбирать именно конкретно с психологом? Ну, я об этом не задумывалась никогда, потому что у меня никогда не было таких обесед и даже, будем говорить, знакомств не было с психологами, так, чтобы я могла задуматься о том, с кем можно поделиться или поговорить. Но интереса у тебя тоже никогда не возникало в эту сторону? Ну, я не задумывалась, нет. Итак, первые преображения уже начались. Эльмира спешит к Татьяне Севастьяновой. Первым делом, чтобы удалить свой старый перманентный макияж. После этого, спустя какое-то время, последуют процедуры обновления. Ну, а пока, нужно время, чтобы Эльмира приходила в себя вместе с началом проекта «До и после». Небольшой сюрприз от ведущей «До и после» Ольги Че. И художницы Марины Громовой. Это сеанс арт-терапии, то есть направление в психологии, которое поможет раскрыть личность нашей темной лошадки. Что же все-таки мучает такую спокойную на первый взгляд Эльмиру? Эльмира спешит к Татьяне Севастьяновой. Ну, я думала, просто расскажут, как правильно рисовать. Не думала, что я буду сама рисовать. Не ожидала, что, может быть, оказывается, такие всплески эмоций. Все такое разное, все люди разные, по-разному все воспринимают. И я думала, что просто рисунок – это просто рисунок. Оказывается, это все совсем по-другому. Ну, рисовала ни о чем, а оказалось, что это, оказывается, так все ярко, все так спокойно. Мне понравилось, да, но я не ожидала, что я буду рисовать человеком, который очень четко, очень правильно старается рисовать. И мне очень порадовало, когда она нарисовала губы. По нашему мнению, арт-терапия дала свои плоды. По крайней мере, Эльмира уже не выглядит, как девушка из 90-х. Челка постепенно отрастает. И в таком приподнятом настроении Эльмира встречается с Дианой Курбановой. Эльмир, пойдемте к зеркалу. Эльмир, расскажите, что вам не нравится в вашей внешности? Что бы вы хотели поправить? Диана, я хотела бы поправить лоб, глазки, губки, носик. Все вот, чтобы было, вот все подкорректировали, чтобы вы... Я тогда расскажу, что я вижу, что бы мне хотелось немножечко подкорректировать в вашей внешности. Ну, в первую очередь, это морщины в области межбровья и лба. Я думаю, вы их замечаете, они уже сформированы достаточно давно. И они придают вашему лицу нагруженность и возраст. Для коррекции этих морщин мы будем использовать ботулотоксин. Далее я вижу небольшую асимметрию в области губ. Одна губа меньше, одна больше. И вы, наверное, карандашиком всегда пытаетесь как-то это выровнять. Мы попробуем сегодня убрать эту асимметрию, вводя филеры на основе гиалуроновой кислоты. И этими же препаратами мы подкорректируем носогубную складочку. Диана Курбанова прикладывает максимальное усилие для того, чтобы 42-летняя героиня до и после стала выглядеть моложе. Потому что в этом преображении решили обойтись без пластической хирургии. Все средства идут в действие. Лазерная шлифовка, ботулинотерапия, контурная пластика. На преображение Эльмиры уходит достаточно времени и средств. И еще профессионализм Дианы Курбановой. И ее уверенная рука. Субтитры создавал DimaTorzok Дианы Курбановой. Дианы Курбановой. По результатам исследований доказано, что шоппинг имеет такую же терапевтическую эффективность, как один сеанс с психологом. Возможно, Эльмира получит желанную порцию эндорфинов при общении с Зухрой Табалдеевой, стилистом-имиджмейкером. Дианы Курбановой. Дианы Курбановой. Добрый день, Эльмира. Дианы Курбановой. 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 Очень даже ничего Очень даже просто Для города И обувь тут у вас будет та самая О которой мы только что говорили На плоской подошве Пойдемте, да, Мир? Пойдемте Мне нравится этот рюкзак Сникерсы Юбка Для меня необычно, но мне нравится Я рада, что вам все понравилось Ничего тут необычного на самом деле нет Морской стиль, который актуален каждое лето Каждый сезон никогда не выйдет из моды Этот образ был для вашей жизни Для той цели, о которой вы мне говорили Ребенок, работа, бегаю, хожу А второй образ Он соответствует вашей второй цели Вы говорили о том, что вы хотите вырваться Ребенка, устроить личную жизнь Тоже как-то Как мне сказали, ребенку нужно уже подальше А мама должна и пойти гулять Вот чтобы мама пошла пойти Я так даже говорю Вот чтобы мама могла освободиться И куда-то пойти Необходимо создать раз повод И найти в чем пойти Переходим ко второму образу Я предлагаю маме выходить все-таки в платье Несмотря на то, что вы будете с ребенком Без ребенка Так как вы мне сказали, что это прогулки Без ребенка Какие-то выходы с друзьями Пусть это будет так Хорошо Будет интересно И просто у меня такого цвета никогда не было И поэтому Хотелось бы, да, примерить и посмотреть В жизни бывает что-то такое интересное В мире Если честно, Зухра мне тоже очень нравится Вообще не думала, что этот цвет мне идет И фасон вообще просто замечательный Туфли Ну туфли классические Туфли классика Но тоже такой цвет тоже никогда не... Мы вырвались с вас из черного плена Да, да, да Ваши темные Вещей самое главное из ваших джинс Несмотря на то, что мы оставили плоскую подошву Ну джинс мы убрали Это еще не все Мало того, что вам дарит замечательные два образа Магазин Финфлеер Что для повседневной жизни Что это для более вечернего выхода У вас еще есть подарок от магазина Инканто Иконики Это вот такой купальник Я думаю, что ваша фигура может позволить себе Не только черный цвет Но такие яркие модели Яркий цветом и яркий интерес С яркими интересными деталями Ну мы с вами уже увидимся на финале программы Где я подготовлю для вас третий образ Не знаю, каким он будет Это будет и для вас сюрприз И для меня, и для всех наших экспертов Ну, очень приятно, что это будет сюрприз Ну, спасибо Спасибо Первая встреча с Татьяной Севастьяновой Уже была у Эльмиры В результате Татьяна удалила Мрачные татуажные брови Героини до и после Мы приветствуем вас В нашем новом салоне Мы переехали, расширились Теперь у нас красивая большая студия Пройдемте ко мне в кабинет И мы посмотрим, что будем делать дальше Все хорошо, пойдемте Эльмир, в прошлый раз мы делали удаление Некачественного перманентного макияжа лазером Но, к сожалению, у нас остались некоторые моменты Которые необходимо будет удалить ремувером Например, они будут нам очень мешать Чтобы перекрыть вам и сделать новые бровки Я вам предлагаю сделать Межресничную линию с растушевкой Которая создает выразительность вашим глазам И придаст лифтинга Субтитры делал DimaTorzok У Эли наблюдается мелкая сеть морщин вокруг глаз И сегодня впервые на проекте «До и после» Мы попробуем новинку Эта процедура называется Безоперационная подтяжка верхнего и нижнего века Она очень хорошо укрепляет тонус кожи Убирает мелкую сеть морщин Называется плазм За счет плазменного луча происходит сокращение кожи Вырабатывается коллаген И кожа подтягивает Пройдет еще пара недель И героиня «До и после» познакомит нас со своими близкими подругами И вы узнаете, как героини попадают в проект «До и после» Да, Эля ждет своего преображения То есть мы ее поддерживаем Потому что я сразу сказала, что готовься к тому, что все процедуры Это, ну, надо пройти через это И результат будет, конечно, не сразу, как все хотят, там, через два дня А это полгода, скажем так, реабилитации, все, восстановление Ну, она готова А также, какое семейное положение у нашей героини? На замужем Да В данный момент супруг, конечно, не здесь Но на замужем Он уехал буквально недавно, месяц назад Прекрасная у нее дочь Я вот смотрю, даже после первой какой-то процедуры, извинения есть Конечно, она у нас красавица Но я думаю, что станет еще краше И почему она скрывает свою личную жизнь Ну, знаете, может быть, это вот моменты в жизни, которые у нее произошли Мама она потеряла Может быть, она таким образом как-то закрылась Это возможно, что раньше нет Она вот как-то более открытая была, чулочка у нее такая вот была Она всегда с кудряшками, счастливая, улыбчивая Она вообще душа компании А вот после смерти мамы, да, вот она закрылась Она очень тяжело это перенесла Плюс маленький ребенок на руках Тяжело ей было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надо сказать, что мы очень хорошо относимся к каждой нашей героине И тоже желаем Эльмире счастья К сожалению, она игнорировала сеансы Максима Комарова Возможно, у нее не было серьезного желания обсудить с ним свои вопросы И вот перед самым финалом Красивая, молодая, с новой прической Совсем неузнаваемая Эльмира беседует с нашим психологом К сожалению, она по-прежнему не хочет открываться Видимо, рана от потери близкого человека слишком глубокая Попав на проект, как-то вот внешне поменяли И внутренне довольная я стала, наверное, чем-то вот Что вроде как я, может, очистилась от каких-то обид Там что-то мне ничего не надо Меня внешне поменяли И я стала как-то себя по-другому чувствовать стала И за счет этого я забыла все обиды Думаю, ну все, теперь я начну жизнь с чистого листа Себя поменяла внешне, думаю, и внутренне буду себя менять Ну, я рад, что какие-то ваши изменения повлияли на изменения ваши внутренние И вы все стали, ну, как я, по крайней мере, понял Увереннее чувствовать, то есть легче И теперь вам проще достигать каких-то своих целей Намного проще стало Ну, это здорово, я очень рад этому Я тоже очень рада Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые эксперты! Я рада вас приветствовать на финале проекта «До и после» Сейчас перед нами предстанет Эльмира Уже измененная, уже преображенная С вашей помощью и с помощью мастеров остальных Пожалуйста, проходили Здравствуйте! Вы шикарно выглядите У вас замечательное платье, цвет волос Подходи к зеркалу, ближе И тогда вот сможешь нам сказать Аплодисменты, друзья! Наверное, поаплодируем Помните ли вы, уважаемые эксперты, какой была Эля в самом начале проекта? Да, роковой, черноволосой беринеткой Я помню, что мы долго планировали одну операцию Потом передумали ее делать по каким-то определенным родам обстоятельствам Но сегодня, видев вас, честно сказать, я даже не вспомнил Зачем лицо знакомо, что потом увидел вашу дочку И вас, я думаю, что как вы стали вот сейчас почему-то Стали еще больше ближе с дочкой Я не знаю, может помолодели от того, что ли еще что-то Ну вот как-то вот На самом деле мы с Эльмирой, наверное, дольше всего работали в проекте И выполняли процедуру, которая будет улучшать качество кожи И глютификацию давать Ну здесь вот, почему такое еще яркое преображение получилось? Потому что просто образ поменяли Помните, были такие темные брови угловатые, геометричная челка, темный цвет волос, казачки Вы потом будете смотреть дом, вспомните Такой немножко агрессивный у вас вид был А сейчас он такой нежный, женственный И больше преображения, мне кажется, это вот благодаря стилистам и мастеру по макияжу Максим К вам ходила Эля на сеансы? Я, относительно всех экспертов, наверное, сама мало поработал с Элей Потому что Эля не пускает Она пока еще не готова пустить туда, в глубину Пока она вот Ей так комфортно она Мне так комфортно, я себя так хорошо проживаю Может быть, она не пустила вас, но пустила Зухру? Может быть Я не знаю, это должна сама она рассказывать, что она получила от наших встреч Но она просто кардинально поменялась И благодаря Татьяне Севастяновой, благодаря бровям ее Вы настолько мягкой стали, женственной О чем мы с вами говорили на наших встречах Что вы очень роковая И вот у вас была проблема с этим Несостыковкой внутреннего и внешнего А сейчас она очень нежная, мягкая Такой более юный образ на самом деле Ты себя насколько ощущаешь вообще? Какой ты себя сейчас чувствуешь? Ну, я себя чувствую абсолютно по-другому Не такой агрессивной, как вы говорите Да, наверное, более подобрела, наверное Размякла Размякла, да И я думаю, что это все равно все благодаря вам В твоей команде, всей тебе Ты как-то вот со своим мужем объединилась или что-то? Он вернулся откуда-то? Нет, но он никуда и не девался Просто он уезжал Сначала он не понял после процедур, когда я приходила Мы разговаривали по скайпу Он не мог понять, что происходит Вот, потом, когда уже со стрижкой я пришла Он тоже не может, не мог понять, что происходит Ну и в конце концов, потом уже я ему сказала Ну, он очень удивился Но обычно мужчины настораживаются Когда женщина начинает меняться И стал спрашивать, для кого я это все делаю Вот, вот, вот Ага, испугался? Ну, я думаю, что он занесет Осторожился, да? Это время, за время преображения сложились очень теплые отношения Все, Эля, спасибо большое Спасибо вам, спасибо большое Это Эльмира Героиня реалити-шоу «До и после» Ей 42 года И у нее в жизни сегодня произошло волшебное событие Она в финале проекта «До и после» Помолодевшая Посвежевшая Счастливая Если вы тоже хотите принять участие в нашем шоу Пишите свою историю сюда У вас обязательно получится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!